Все уже в курсе о последних новостях. Теперь этот кусок советской детины потерял последнее, что осталось от славы ИС-6, а именно эксклюзивность. Да, я прекрасно понимаю креативщиков Блица. Вести бесстрашного — отличный инфоповод, чтобы привлечь массу игроков сражаться в РБ. Браво, похлопаем. Но для меня и для тех, кто участвовал в жестоком первом ивенте в игре, это плохая новость. Вы даже понятия не имеете, что это был за ивент, сколько он длился, и главное, что получить могли награду всего 6 человек. Я, к сожалению, не из их числа. Мне он достался по случайности в момент тестирования онлайн-магазина. Но тем не менее, теперь их за 2 месяца получит 200 человек, и я больше, чем уверен, что после этого он пойдет в продажу по суперогромной цене. Не суть. Главное, что он потеряет последнее преимущество, ибо в современном рандоме он представляет угрозы не больше, чем ковбой-современному спецназовцу. Почему? Сейчас разберемся. Спонсор этого прикольного видео — 1xbet. Да-да, там большие выигрыши, быстрые выплаты, и это надежнейший сервис. А также там есть не только спортивные рубрики, но и киберспорт. При регистрации и первом депозите 1xbet дарит бонус 6,5 тысяч рублей по моему промокоду. Когда-то давным-давно, когда ваша бабушка была еще только мамой, ИС-6 был самым лучшим премом в игре. Не из-за своего орудия, не из-за своей маневрности, а именно из-за своей брони. Да, вы не ослышались, из-за своей брони. Тогда за пробитие СА-6 давали отдельную медаль в конце боя, и владеть им все равно, что владеть звездой смерти. Но времена сменились, и наш советский игрой был опущен варгеймингом в прямом и переносном смысле. Броня орудия вообще все перестало иметь смысл, как и в принципе игра на нем. Хуже према, наверное, на восьмом уровне уже не найти. Хотя... Я такая же хуйня. Посудите сами, орудие. Первое, которое называется ДПМ, не пробьет даже весеннюю кучу собачьих экскрементов. Не говоря уж о броне Тигр 2, который в прицеле выглядит так же алло, как очеча бабуина. Про разброс сведения УВН я вообще молчу, потому что иначе я отскочусь к одним ругательствам. Пока я записывал бои, тысячу раз проклял эту идею. Стрельба похожа на насильственную кормежку, отработанную машинным маслом. И уже после одного боя хочется удалить этот танк. Да, сейчас вы все возродите, мол, выгадали ему альтернативное орудие, которое еще более отвратительно сводится, еще более отвратительно косое и значительно теряет в ДПМе. Но пробивает. Честно, яиц этому танку альтернативной пушкой не придало. Я думаю, что нет смысла прибегать к цифрам и приводить в сухие факты. У кого он есть, тот со мной, конечно же, согласится. Странно, что до сих пор ничего не сделали с его броней, потому что после многочисленных апов в пробитии у разной техники на восьмом уровне, она из чугуна медленно превращалась в бумагу, и даже советская читованность не закрывает те пробелы, которые образовались годами. Сто миллиметров в корпусе и по бортам давно уже никого не пугает, поэтому броня совка требует переработки. Получается, в бою ИС абсолютно не страшен, разве лишь только для танков на уровень ниже. Что касается фарма, то и тут пробелы, хотя справедливости ради стоит отметить, у него всю жизнь были эти проблемы. Фармил и фармит он посредственно. На ДПМ им орудии часто приходилось заряжать голду, ну а на альтернативном не получается, потому что ДПМ существенно ниже, и ВГ снабдили это орудие самыми дорогими снарядами среди прем-ТТ на этом уровне. Будто специально намекаю, что на данном танке не стоит вообще выезжать в рандом. Зачем? За что? Понятия не имею. Но деградация СА-6 продолжается уже очень долго, и судя по всему, варгейминг ничего с этим делать не собирается. Танк абсолютно бесполезен, но все это рикошетит в небытие, когда к аббревиатуре есть приписка «Бесстрашный». На данный момент, вот прямо сейчас, это самый редкий танк в игре. Кини Уотсу, Шиноби, КВ-220Т, все это нервно курит в сторонке перед «Бесстрашным». При всей нелюбви к танку выкатывать подобный эксклюзив – настоящее испытание и удовольствие. Максимальное внимание, максимальный фокус и кайф. Когда на него смотришь в ангаре, то твой организм готов к семи выделению. Да, ты прекрасно понимаешь, что это отстой, что камуфляж отстой, но ты понимаешь, что дай бог наберется с десяток этих танков во всей игре, при этом большая половина владельцев уже давно покинула данный проект. Эксклюзив – это то, чем хочет обладать каждый из нас. В любой игре, в любом массовом проекте есть подобное. И именно на «Бесстрашного» когда-то выпал жребий тянуть это бремя. Однако в игре решили, что в их проекте должно быть все среднее. Чтобы у каждого была возможность получить все, и вы знаете, к чему это приводит. Взгляните, к примеру, на ветку японских ПТ. Я считаю, что этот поступок не очень разумный. В игре просто обязан быть эксклюзив, который добывается крайне сложно и является памятным сочетанием труда и удачи. Надеюсь, что когда-нибудь у нас появится нечто подобное. И на сей раз без обмана, как это было с Ягдтигром 8.8 с уникальным камуфляжем 2015 года. Тогда гласилось, что это единственное ПТ в своем роде с такой окраской более никогда не будет в блице. Но ровно через год Ягу вновь выставили в продажу, что вызвало целую волну негодований. Что ж, на этом у меня все. Спасибо, что не забываете ставить лайки, подписываться на канал. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Готов.